Мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дорневой Раисы Сергеевны. Раиса Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о вашем боевом пути, где он учился. Я вообще сама из Кубани. Я кубанская казачка. Но потом настало время, нас казаков стали разгонять. И моя мама, наша мама уехала, папы уже не было, а мама уехала на Кавказ. И там, значит, я очутилась в городе Баку, жила в Азербайджане. Азербайджан. Когда началась... Ну, там я работала в нефтяной промышленности. У меня даже вот... Значок есть. Значок есть. 100 лет нефтяной промышленности. Мне сюда уже прислали. Потому что я там поработала 28 лет. Ух ты! И когда началась война... С этого можно начинать? Да, 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 с этого, да, пожалуйста. Когда началась война, это было воскресенье, выходной день. Хороший солнечный день. Мы с мужем собирались ехать на пляж. Там же море, Каспийское. Мы собирались ехать на пляж. И вдруг объявили войну. Конечно, сразу все... Такой патриотизм был, что никто не сидел и не ожидал, что там вызовут. Повиску пришлют? Да, повиску пришлют. Нет, нет. И муж пошел на работу, и я пошла на работу. Когда я пришла к себе на работу, я в Министерстве нефтяной промышленности работала. Замначальника административного отдела министерства. И там уже народу было много. И сразу объявили, идите, и женщины, и мужчины, идите в военкомат. Там вам скажут, в общем, что надо делать. Потому что тоже все растерялись, не знали, что делать. Мы все пришли в военкомат. И, значит, объявили женщины на группу, разбили на группу. А мужчины, другой отдел, совсем от нас отделили. И вот я попала в группу по подготовке помещений для госпиталей. Попала я, значит, в группу, которая должна была приготовить для госпиталя помещение, университет. И вот мы пришли все туда и стали мыть окна, двери, полы. Ну, выносить там скамейки, парты, там что-то там было. В общем, мы все подготовили. И потом уже стали там дежурить. Днем работаем на работе, а после работы идем дежурить. Потом стали поступать раненые. Очень быстро стали поступать к нам, да, потому что все-таки за Кавказом немножко дальше, подальше отправляли от раненых. И мы стали дежурить там. Таким образом я, вот так дежурили, значит, если ночью надо, значит, мы идем на работу, ночью дежурим. А если днем, тогда мы не работаем, разрешали не работать. Вот так я там пробыла полгода. Потом меня вызвали и говорят, что, вы знаете, вот нас пять человек вызвали, из нефтяной промышленности, которые были со мной. И сказали, что вот нам надо, мы готовим сейчас пополнение. Вот новобранцы вот таких, молодежь, вот эти 16 лет, 17 лет, их, значит, нужно обучать. Вот вы пойдете, ну, как вроде политрубки там, ну, читать им газеты там, статьи там, ну, вроде и воспитатели. И погнали нас, конечно, нет, это не в городе Баку было, это было в горах. Я вот сейчас смотрю на Чечни, вспоминаю свои прошедшие годы. Вы извините меня, просто. Ничего, ничего. Я же там все прошла. Сейчас все там. И те годы. Когда во время войны я прошла, а мы в Баку тоже там погнали нас в горе, и там мы их готовили. Значит, ну, военные тоже были там, и стрельба там была, и походы там все. А мы в Гражданском, вот так, я там проработала до ноября 42-го года. Вот, потом приехал военком и говорит, сейчас есть приказ Сталина, чтобы женщин взять, призвать в армию. Но сказали, у кого дети есть, тех мы не будем трогать. Ну, со мной были, значит, одна, я и она, одна еще, были бездетные. И я, значит, сказала, что я, конечно, помогу поехать. Учтите, что все поедете в действующую армию. Сразу предупреждаю. Не будете сидеть в Баку, а поедете в действующую армию. Там уже возражений вообще не было и в голове даже, и об этом даже не думали. Вот, как теперь я смотрю, прячут ребят, прячут детей. Вообще у нас там и матери наши закрыли рты, и все. И, ну, что ж, видите, у моей мамы был брат и я, вот, и дочь. Двое детей. Брат воевал, он моряк был на Черноморском флоте, как раз он служил там, так и он воевал. А меня, значит, взяли. Мужа моего сразу взяли, отправили, больше я его не видела. Больше не видела. Больше не видела. И где он? Невесточки не получила. И даже где погиб даже. Где погиб и как погиб. Ничего, абсолютно. Больше я в его памяти, я больше никого, никогда у меня не было. Царствие Мое Небесное. Извините, пожалуйста. Ничего, значит. Ну вот потом приехали мы в Баку, и нас целый состав был, женщины, одни женщины, целый состав. Отправили в Тбилиси, это был там, Закавказский военный фронт, Закавказский фронт. Разбили по категориям, в общем, созвали, поместили нас в университет или институт какой-то, ну здание, да. И стали вычитывать по группам, кто куда. Вот сейчас объявятся две группы. Военный трибунал. Ну я, так как нас гоняли, этих казаков, я вообще никогда не говорила, что я казачка. Вот, нельзя было говорить, нас преследовали. Я сказала, подняла руку, и я говорю, вот я не могу поехать в трибунал. Ну почему? А я говорю, потому что не могу. А вы, говорит, уже мобилизованы, вы теперь военные, вы не имеете права ничего. А мы все в гражданских еще, одежды во всем. Я говорю, нет, нет, я не поеду. Ну меня со мной никто не стал разговаривать. В общем, объявили, 20 человек поедут под Моздок и 20 человек в Поти. Нет, не в Поти, а просто сказали в Черноморскую группу. Где она, эта Черноморская группа, мы ничего не знали. Потом нас, значит, поместили, позвали, значит, в этот трибунал, и меня сразу, ну я, они фамилию меня спросили, и сразу меня вызвали к председателю трибунала фронта. Я пришла, таких с ромбами сидят, юристы. Я пришла, вы почему возражаете? Я говорю, во-первых, я не юрист. Я обыкновенный чиновник, ну канцелярист, я канцелярист. Вот нам такой нужен человек. Я говорю, ну у меня вот такие вот, такие сказали все. Они говорят, ладно, мы это проверим, какой вы. Я говорю, я чуждая. Ну так меня считали, я так считалась. Они, он говорит, ну мы проверим. Обязательно, один даже седой такой пожилой мужчина, он говорит, обязательно ее возьмите, обязательно ее возьмите. И взяли меня. Ну и, в общем, так я и пошли. Приехали мы в Поти, значит, из Баку. То есть, убились и были, потом нас посадили в этот, в этот, как его, поезд. И мы в Поти там были, приехали, там были мы двое суток. И ночью нас разбудили, погрузили на катер. И вот, когда нас везли на катер, нас так бомбили. И представьте себе, вот Господь помогал. Везде, везде Господь помогал. Я очень верующий. Вот. Он помогал, и нас не попало. Ну, нас крутило, вертело. И так, конечно. Приехали, пришли мы на этом катере по, в этом, как, забыли, в Сочи. В Сочи. В Сочи выгрузились. Потом нас, там были сутки, и нас погрузили, и отправили. А были, большие бои были под Туапсе. Там мясорубка была. Это вот воспоминания, я вот слышу, тоже говорят, я там была. В общем, нас отправили в сторону, значит, Туапсе. Но мы не знали, куда. У нас пакет был. Вот хозяйство такого-то. Ну, да, так. Не говорили там, куда, что. Ну, вот потом, значит, туда мы приехали, в этот трибунал. Там трибунал размещался в лесу, в этих землянках. Мы сразу попали в большую такую землянку, вот как моя комната. Ну, нас там, значит, всех уже записали, и наутро принесли нам обмундирование. Уже нас одели в военную форму. А когда мы ехали туда, вот, не доезжая от трибунала, нас это, так, стали бомбить, что одна девушка, девушку убили. А нам приказано было, когда будет тревога, чтобы бежали все от поезда, как можно дальше. Она в такой дахе была, поехала в армию. Мы-то все были в телавриках. Нам сказали, она, вы знаете, она не могла бежать, она там упала, и так и не доехала. Ну, вот, в общем, вот так началась моя фронтовая жизнь. И так мы, я там, значит, потом началось наступление, мы пошли, значит, прошли вот эти горы, перевалы, потом Маяков и Краснодар заняли. А в Краснодар пришли, Черноморская группа войск, я была в Черноморской группе войск воевала. А когда пришли в Краснодар, туда пришел Северокавказский фронт. Два фронта. Так он нас так бомбил, по 250 самолетов налетало. Ой, да. Вы знаете, туча прямо. Туча. Ну, я подумаю, 270. И так бомбили, и так Краснодар был разбит, а то еще больше. Ну, вот, там нас уже опять погрузили на эти вагоны и разбросали нас по ближним, там, недалеко, ну, хоть из Краснодара нас вытащили. Ну, вот, немножко переждали мы, а потом это, там уже начали нас распределять, и я попала в горно-стрелковый корпус, уже Северокавказского фронта. Вот тут уже этот корпус этот форсировал пролив, это Керченский, и мы, значит, уже заняли Керчь. Потом пошли дальше, дальше и уже прошли Польшу, и вдруг шифровка, меня отзывают в Белисси. Представляете, все прямо удивились, зачем вдруг, и прям мой председатель трибунала прямо из себя выходил. Ну, я поехала. Приезжаю туда, заявляюсь в отдел кадров, мне говорят, вас посылаем в Иран. В Иран? В Иран. Там стояли наши войска. Когда началась война, ввели наши войска. В Ирана. Да, 4-ю армию. Меня в 75-ю дивизию послали. Нужно было срочно заменить. Я секретарем трибунала работала, секретаря там. Ну, вот там я уже была, это уже было, к победе шло дело, в 44-е его тоже было. Наши уже шли хорошо вперед, вперед, вперед. Ну, там я так и победу там, там победу я встречала, а потом нас долго не выводили, только в 46-м году, в июне месяце только вывели. И тогда только меня домобилизовали. Всех уже женщин домобилизовали, а нас пока не выведут от войска, нас не выведут. Вот все, что я... А какой такой, не более запоминающийся случай из войны? Ну, что, очень много запоминающих. Ну, вот, например, контузило меня. Когда мы под Туапсой стояли, нам нужно было ехать. Мы ехали с документами, все судить. Ехали куда-то там, ну, часть в другую. А там, если мы были там, отдыхали, видели, какая дорога так вот крутится этим. И вот наша машина шла, грузовая машина, потому мы всегда ехали с охраной. У нас охрана была человек пять-шесть. Ну, и потом состав-то, ну, надо было... Ну, я тоже сидела, значит, так же с солдатами в кузове. Он так гонял нас, самолет прицепился и вот бросает бомбу и никак не попадает. Ну, вот одну бомбу бросил, и нашу машину вот так, значит. А, перевернули. Да, но тут и взрыв было земли, и нас присыпало. Вот там меня контузило. Другие ранения были у других. У меня ушибы очень сильные были. Главное, контузия. Я потеряла речь. Как у меня документы... Я же была ответственная за документы. Как я документы вот так прижала, еле разжали руки. И потом я потеряла речь. Я долго потом заикалась. Ну, госпиталь, госпиталь. Я лежала в Пицунде, потом в Адлере. Ну, недолго, недолго. Мало я там лежала. Это приехали из моей части. Ну, ничего. А я уже заикалась. А не потеряла речь. Ну, так вот. В общем, ума не потеряла. И меня опять взяли обратно. Чаще, да. Дальше. Такие были суровые времена. Вот такие были. Такой был случай. Потом ранение было под Крымской. Меня ранили. Тоже мы проходили. Нас так стали обстреливать минометы. А миномет, когда упадет, так брызги. И как вот в воду так этим веслом сделаешь и впрызгаешь. И меня вот эту ногу, значит, вот здесь вот у меня кость, она нарушена. И вот тут были вот у меня шрамы. И даже в иране у меня осколки вытаскивали. Потому что там везде все пальцы были с осколками. Такие были случаи. Да, страшная и жестокая женщина и война. Это несовместимо. Ой, конечно. А сколько вшей мы кормили. Ой, ну надо. Знаете, приказ за приказом бороться. А мы так и сидим, а так. Чешемся. Знаете, заседание идет, а тут сидишь и все чешемся. А потом еще на Кубане, когда мы, так у нас мыши, эти, как их, мыши займутся. Мыши. Ой. Вы знаете, они прямо стаями ходили. И вот спишь и лезет. И я заболела этим. Тулимерией. Это мышиный тиф. Без сознания три дня. Уже очнулась уже в госпитале. Кошмар. Ну так пролежала дней пять. Не хватало еще этого. Я вот смотрю, у вас медаль за боевые заслуги. Вот когда мне контузило, вот тогда мне привезли эту медаль. Медаль, ну конечно, контузило, но вы еще так говорите, вот, вот у вас. А, вот, вот это. Вы так еще документы сберегли, все так решили. Да, да, вот мы очень. Вам не только, женщинам вообще не только. Только за отвагу, а вообще самые-самые. Председатель, ну как всегда, начальство больше, конечно. Председатель сидел в кабине, но он тоже, конечно, пострадал. У него перелом там был. Ему звездочку дали, но мы заболели. Это вам надо самой души награду давать. А вот, да. Женщина на войне. Да, орден, да. Вот здесь фотографии, смотрю, это вы как раз в каком месте? Вот это я, знаете, это же я как раз вот в госпитале была. Вот я здесь написала Адлер, или Пицунду, я не помню, что я на Адлер. А взяли, вычеркнули. Это было. А, вы посылали кому-нибудь? Ну, а как же, маме посылала. А там цензура ведь, как же проверяли. Там цензура, да. А вот я там написала, чтобы они знали, где я. Они все вычеркнули. Я в письмах писала. Я на родине. На родине. Тоже вычеркнули. А здесь вы со своими подругами? Это вот я в Краснодаре, это родина моя. Во время, это мой день рождения, мы с подружками пошли в сад, и там один солдат с аппаратом ходил, и мы его попросили. И он нам потом и привез карточки. А это уже вам когда звание... Это звание мне потребовали, и вот это специально наш корреспондент был там из нашей части, он фотографировал нас все, и посылали, и делали нам карточки эти. Это все на фронте делалось. На фронте, да. Это самые дорогие карточки. Память такая дорогая. О, я вот с этой медалью вот так вот приехала в Иран. В Иран, да. А там 75-я дивизия, вообще-то армия, она не нюхала пороха. А они прямо все подходят, и все мою эту медаль рассматривали. Да, девушка, конечно. Да, рассматривали так прямо. Да, с медалью. Потом я уже приехала, у меня уже такой опыт был. Мы уже были на германской границе. Я так оттуда уезжала, уезжать не хотела. Так хотелось в Берлин попасть. Но меня потом послали в Берлин. И отсюда уже поезд мира шел в 68-м году. Ага, и вы там все побывали все-таки в Берлине? Да, меня тоже в Москву вызвали, и меня тоже в Берлине было, в Польше. Хорошо. Я помню еще, я помню, об этом тогда говорили, писали много. Да, тогда писали, тогда события были в Чехословакии. И нас пять раз вызывали, все, предупреждали, кто боитесь. А мы все остались одни ветераны, потому что все испугались и отошли. Ну, вы уже как мы и застрелились. А мы ничего не боялись. Мы уже смерть видели, и нам уже ничего не страшно. Раиса Сергеевна, а что вы пожелаете нашей молодежи? Нашей молодежи я пожелаю, чтобы, во-первых, они скромнее были. Скромность, честность и любовь к Родине. Родина очень дорого нам далась, очень дорого. Если бы только не эта война, конечно, мы бы попали под фашистский режим. Да, если бы они победили, конечно. Ну, что вот. И здоровья желаю, и успехов вам, ребятки. Чтобы уже вы не только внимания уделяли учебе, но и воспитанию своему. И вот смотрите, вот как мы все прошли, а вот еще как держимся. Так что надо немножко бодрствовать. Это все пройдет. Сейчас эта жизнь, это временно. Да, да. Все пройдет. Наша Россия, она была и осталась великой державой. Так что не надо думать, что уже все кончено, уже теперь Запад будет, ничего подобного. В России свои законы, свои обряды, свои традиции. И вот их нужно держать. И нужно их держать. Сохранять. Сохранять и любить Россию, какая бы она ни была. Да, это наша Родина. Это наша Родина, и не надо стремиться и воспринимать эти фильмы. Я так только вот и смотрю наш фильм и потом передачу. Они самые добрые, светлые фильмы. А там все только пуху, бах, крот. Да, да, да. Раиса Сергеевна, большое спасибо вам за рассказ. И простите, что мы вас трепут. Ой, ради, заставляем вас волноваться. Ну, я просто в это воспоминание, конечно. Конечно, извините, что я немножко слезу пустила. Это вполне все объяснимо. Очень хочется вам здоровья крепкого пожелать. Да уже сколько я еще буду жить? Уже 88 лет. Ну, еще до 100 есть. Есть резерв, конечно. Я думаю, может, в этом году я и... Нет, нет, 55-го года. Вот уже глаз один не видит, с одним глазом тоже не очень хорошо живется. Ну, это трудно, конечно. Но вы надежду не теряйте. Может быть, еще возможна будет операция. Да вот до победы хоть бы дожить. Доживете до победы. Мы вам бодрости желаем, да, терпения. Ну, спасибо вам, дорогие мои. Нет, знаете, перед такими... Я хотела вас угостить хоть апельсинкой. Спасибо. Я хочу еще что сказать. Перед такими, как вы, девушками войны, низко-низко надо кланяться. И сейчас вас... Да, кто кланяется, а кто ее ругает. Все бывает, бывало. И сейчас вас нужно, вас просто хранить нужно. Вы же сама история. Глядя на вас, по-моему, молодежь, она должна заряжаться бодростью. Да. Так, ну, всего вам доброго, Раиса Сергеевна. Я вам желаю здоровья тоже и успехов. И за ваш труд, спасибо вам, что вы потрудились, даже вот и мужа своего пригласили. Да, уж так вот. Спасибо вам и вам спасибо, что вы не посчитались, что там вы потеряете время. Не надо... Нет. Уделяйте нам внимания. Нам ваша улыбка, ваше... Здравствуйте, уже... Да, это уже подарок. Уже подарок, да. У меня, вы знаете, вот был 8 марта, пришел один сосед с цветами, с пирогами. Второй пришел с цветами, видите, какой букет. Да. Так приятно. Конечно. Так приятно. Конечно, внимание, да. Внимание очень дорого. Очень дорого. Очень дорого внимания. Будьте внимательны к старшим, к родителям. Почитайте родителей. Почитайте родителей. Не надо говорить, да ты уже прожила, ты ничего не знаешь. Нет. Родителей с возрастом мудрость создается. Поэтому уважайте и любите родителей. Родителей очень надо любить. Сейчас так плохо относятся к родителям. Вот я наблюдаю прямо ужас. Вот я живу, мне завидуют, что я одна. Дети так обижают и внуки обижают. Да, ну есть у нас. У меня вот эта семья Артюховой, Василий Никитич и Роскоя Сергеевна. И вот их дети. Они меня, мои подруги, у меня здесь окружение. У меня здесь очень хорошие приятельницы. Елена Константиновна Синенко, потом Филько Валентина Дмитриевна, Анна Дмитриевна, Ендрикова. Она, между прочим, участница войны. А вы к ней придете? Придете. Вот Антонина Иванова уже были у нее, Чабанова. Вот они всегда, мы все отмечаем. И дни рождения, все у меня их. А, да? Да я же не хожу. Я только езжу. Если мне машину дадут, я поеду. Вот прислали мне победу директора и этот, ну, совхоз, администрации. Я поехала и была на Огоньке. На Огоньке, да. Там выступала, рассказывала им кое-что. Очень хорошо. Так, ну всего доброго. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Я очень вам благодарна, что обо мне вспомнили. Очень благодарна.